так всем привет сегодня у нас 11 июня тема у нас сегодня будет это отзывы verify в первую очередь естественно на хотел сразу пометку сделать о том что данная информация актуальна на данный момент то что будет через месяц через неделю или через год мы не знаем так что обращайте внимание на дату и второй момент в любом случае как бы там ни было это все серые способы запуска продвижения увеличение конверсии всего остального и надо к этому относиться как какому-то такому инструменту то есть любом случае берите ответственность сами на себя я вот на себя беру ответственность когда эти отзывы заказываю и не надо искать крайних то есть я заведомо заранее об этом говорю по по отзывам мы сегодня хотели рассказать как на данный момент ближайшее время планируем работать вот как я делаю это какие есть плюсы какие есть минусы какие есть риски так секунду меня хорошо слышно вообще поставьте пожалуйста плюсики там константин расскажешь про свой сервис как он работает принцип его работы почему он работает так и не иначе вот еще хотел нюанс сказать для тех кому первую очередь интересные отзывы 5 отзывов там 10 отзывы заказать обязательно сто процентов отзыв чтобы он держался всю жизнь это не сюда это наверное я сейчас кину группу называется она называется купон deals проект amazon в частности это наша группа полно групп аналогичных можно в принципе там раздавать на разных условиях за купоны там еще все что за все что угодно обмениваться я не разрешаю единственной своей группе обмениваться взаимо взаимоотзывами это вообще полный бред для меня трэш какой-то вообще вот для меня супер негативно я отношусь к fbm выкупом любым под отзывы но это я разрешаю как бы ну людям нравится пускай как бы рискует своими аккаунтами я наелся за последнее время мне заблокировали четыре аккаунта из девяти вот я уже много всего напробовался разных способов и всего остального причем как ни странно ни разу не банили за отзывы фу-тьфу но как бы там не было в любом случае мы с костей хотим работать на долго пытаться по крайней мере так сделать и по крайней мере такая задача и для этого будем все делать вне зависимости будет ли спрос на услугу надо будет это кому-то или нет в любом случае в любом случае мы это будем делать так вот кость ты меня поправляй сразу тогда если я там что-то куда-то меня заводит вот все остальные вот эти вот сомнительные для меня способы получения отзыв это вот в группу пожалуйста и в другие такие же группы мы будем здесь рассказывать именно о концепции как мы себе это видим и почему мы это видим объяснять ну естественно отвечать на вопрос кость начнешь расскажи тогда про концепцию наверное вот вообще как ты к этому пришел почему и потом я уже добавлю по месту по вопросам чтобы не утомлять народ алло слышно меня отлично слышно да отлично слышно давайте я тогда пару слов расскажу я на самом деле тоже продаю свои товары на амазоне ну и какое-то время я пришел к выводу что мне недостаточно тех ресурсов которые есть по раздачам по отзывам по выкупам плюс это достаточно утомительно бегать из группы в группу искать там кто напишет тревью кто сделает выкуп хотелось это все свести в одном месте и иметь полностью подконтрольном виде соответственно мы начали изучать как живут байерские аккаунты на амазоне потому что мы как продавцы в принципе все достаточно неплохо понимаем как живут селлерские аккаунты да но со стороны байеров выступали ну либо кто у кого-то наверное был такой опыт да у нас не было там я особо никогда ничего там не покупал а если и покупал это была какая-то разовая покупка мало интересная соответственно мы очень плотно эту тему начали изучать и потихонечку пришли к выводу что да байерские аккаунты живут вполне себе неплохо для того чтобы они жили долго и счастливо необходима определенная специфика заведения то есть определенный способ заведения аккаунтов мы начали над этим работать достаточно долго мы тренировались надо признать то есть там нас ушло где-то два-три месяца пока мы выработали четкую стратегию как они должны заводиться и потихоньку начали развивать то есть увеличивать количество собственных аккаунтов чтобы было понятно это не бот сеть как там многие говорят да нет то есть аккаунты да они ну не принадлежат как бы там живым людям но и почему они принадлежат тебе еще там десятерым там двадцатерым твоим помощником на самом деле по факту да у нас внедрен достаточно высокий уровень безопасности в плане айпи адресации то есть каждый аккаунт это на самом деле человек человек имеющий там свою банковскую карту свой адрес свой собственный там айпи свой компьютер со своими отпечатками то есть это такая автономная единица управляется она сразу скажу это не гифт карты правильно у вас у вас нормальные банковские карты у нас банковские карты в любом случае обязательно аккаунт сначала использует банковскую карту и проходит там вот этот минимум необходимый да 50 долларов но обычно он проходит 100 долларов то есть мы со 100 долларов начинаем аккаунты потом да мы переходим на гифт карты но с гифтами есть свой отдельный нюанс если кто хочет кстати приобретать гифт карты категорически не советую это делать в сети нету ни одного практически нормального сервиса большинстве случаев все гифт карты скажем так по-русски паленые мы не используем гифт карты мы их покупаем живьем в физических магазинах в сша то есть люди ездят и покупают поэтому как тут нам нечего бояться нас за гифт карты ничего не будет и мы потихонечку начали соответственно развивать вот этот сервис именно выкупной да несомненно мы его тестировали через ревью так проще у нас все таки продавцы там привыкли что ревью должно быть много они должны попадать к ним на аккаунт сразу и мы сделали там первые 30 проектов как раз вывели там тоже определенную определенную процентовку то есть сколько аккаунт должен покупать и сколько он должен писать к сожалению да здесь у нас были там некоторые сложности когда селлеры там допустим заказывают там не знаю купите мне там сделайте 20 выкупов да и через 10 дней там а где же мои 20 отзывов сейчас мы этого не делаем мы максимально там отходим именно от отзывов да сервис превращается в больше сервисов и купов все наверное знают текущую ситуацию с ревьюшкой да и удаляют блочат не могу сказать что у нас там идеальная ситуация нет какие то ревью удаляют какие то висят совершенно спокойно во всяком случае мы соблюдаем четкую пропорцию то есть у нас аккаунт покупает как минимум в 7-8 раз больше чем пишет именно с этим как бы возникали сложности когда селлеры требовали ревью а мы понимали что ну как бы это во вред аккаунту на самом деле ну вот уже потихонечку у нас появляется такая более точная стратегия каким мы хотим видеть этот сервис несомненно ну можно назвать там не знаю пока маленький но верлонч потихоньку он станет большим несомненно пока в некоторые наши пакетные услуги включены небольшие пакеты ревью да мы это делаем понятно что без них тоже невозможно хоть какое то количество их должно быть особенно на только запускаемом товаре хотя тут наверное Денис внесет как бы свои корректировки есть иные методы на самом деле получения ревью но в большей степени мы все-таки там сервис по выкупам по выкупам мы можем выкупать и по купонам и в полную стоимость при выкупах по купонам у нас есть ну вот на самом деле не только по купонам в каждой из услуг которые мы предоставляем у нас есть ряд преимуществ в случае с выкупом по купонам мы можем гарантировать что у нас каждый покупатель приобретет одну единицу в одну в одни руки и никогда не прицепиться к вашему же листику как это часто бывает вы знаете через раздачу там через фейсбук группы там всякие сервисы раздач часто бывает так что потом на листинге появляется хайджикер да и начинает вас же да и как бы вашим же товаром здесь мы можем на сто процентов гарантировать что этого не случится опять же потому что мы сами этим всем управляем также у нас есть интересная достаточно на мой взгляд услуга она в большей степени работает для дорогих товаров это возврат товаров то есть мы делаем выкупы в течение какого-то времени ну в зависимости от количества выкупов ну давайте возьмем 50 штук некого товара это все приезжает на наш склад то есть базируется в одном месте в итоге после чего мы это все дело упаковываем и отправляем на любой адрес в пределах США либо обратно на Амазон я думаю что для запуска именно дорогих товаров это достаточно интересная услуга потому что раздавать дорогой товар там за доллар даже за там два или за три достаточно накладно и очень часто наши селлеры не обращают внимание на дорогие товары именно по этой причине их запуск слишком дорог для таких раздач вот как бы вкратце ну вот я хотел подытожить как раз да и там пару услуг которые мы делаем понятно мы делаем полную стоимость выкупы и определенный процент при выкупах в полную стоимость мы несомненно оставляем сейчас это 10 процентов через 20 дней после начала выкупа и в общей сложности до 50 процентов в течение трех месяцев после окончания выкупа то есть мы растягиваем стараемся текущую ситуацию ну не нарушать и зря амазон как бы не излить ну вот я хотел подытожить как раз именно в таблице то что более менее понятно потом меня добавишь тоже смысл такой если мы рассматриваем это как просто 100 процентов ревью или покупка ревью вот сейчас мне как раз человек написал что он ему никакие выкупы не нужны ему ничего не надо ему надо только пять он отзывов заказал пять ревью ему надо согласен если Аня приняла этот заказ мы соответственно будем с этим разбираться эту проблему решать но больше мы так работать не будем то есть мы непосредственно ревью не продаем вообще мы никогда ревью не продавали мы всегда я всегда говорил во всех видео что можно то есть за что мы можем отвечать только за ордера за ордера мы можем отчитаться и мы можем в лучшей степени контролировать эти ордера что они не вернутся вам назад потому что большая статистика если посмотрите реальных покупателей очень много ордеров возвращается назад какие бы они там честно не честно не были наш товар никому не нужен а тут кэш чистый кэш ну и видимо очень много людей у меня такие возвраты есть на данный момент у меня заблокированных таких аккаунтов три и все три из реальных покупателей мы не знаем реальные покупатели они или нереальные нам их преподносят понятия не имею тот же самый вероланч я понятия не имею кто у него там по купонам выкупает такие же боты могут быть однодневки боты с одними выпенками там все что угодно я этого не знаю я могу сказать только про наши плюсы ну потому что реально мы не знаем ты также можешь подцепиться или такие же как ты могут подцепиться к вероланчу и за купоны просто вы дергиваете товар даже не думая чтобы потом просто там Дропить там или еще что-то делать Просто здесь мы этим не занимаемся Это гарантия, то есть что мы можем гарантировать? Мы можем гарантировать ордера Есть, есть, по поводу всего остального Я для себя вижу Конечно минус То, что мы не можем 100 купить и 100 раздать Это минус, потом расскажу Почему это плюс на самом деле, а не минус Отчасти, вот, то есть Ложка меда в любом случае Есть в бочке дегтя для многих Но смысл такой Что первое Выкупы для чего делать? Для буста, соответственно у нас могут От 1 до 15 штук в день заказывать До 300 штук в месяц Вот, соответственно Можно это разложить таким вот образом То есть буст можно сделать Можно выкупать за полную сторону За купон, за 50%, за 60% За 0 Какой угодно купон делайте За купоны То есть Можно, соответственно, бустить товара спокойно И не надо там Мозготериться с вероланчем Там планы эти выполнять Здесь гарантированно Там в любом случае Ну, по крайней мере, раньше я Не пользовался Раньше могли они планы не выполнять Ставишь 100 выкупов в день И они, соответственно, не выполняют Мы 100 выкупов в день не можем сделать На данный момент Мы говорим конкретно От 1 до 15 Но мы можем сделать за полную стоимость Полную стоимость к купону Я не знаю даже, какое соотношение Потому что это постоянно меняется И ценность купонов то растет То превращается в ноль вообще Вот Виднее тем, кто постоянно этим занимается Но, я думаю, не меньше, чем 1 к 10 Это точно Соответственно, буст 15 штук в день Там 10 дней подряд Получается такой вот Помимо этого То, что есть раздача Второй момент Это Вы получаете в любом случае 10% отзывов В первые 20 дней До 40 дня Все 10% будут Написаны по-любому От 1 до 3 отзывов в день С 20 дня начнется печатный отзыв То есть 20 дней вы курите реально бамбу Что в это время делается На данный момент Я где-то лисингов на 10-15 Реально курю бамбук Есть замена? Конечно, есть Можно сделать 20-30 склейку Такую склейку, которая не определит, что не ваш товар Или, ну, я имею в виду такую склейку, где там хороший товар Нормальный товар Товар отзыв, который не относится конкретно к какому-либо товару То есть да, можно сделать склейку И потом ее, соответственно, плавно оставить или удалить Просто если закидывать сразу несколько тысяч отзывов Это привлечет внимание, делает каждый по-своему Я на данный момент этого не делаю Хотя, в принципе, так как Мы еще недавно, еще я, по-моему, недели 2-3 назад рассказывал, что мы на 10-й день уже делаем отзывы То есть быстрый старт как бы Сейчас на данный момент перетаскиваем на 20 дней Все из-за того, что банят направо и налево, закрывают листинги, не дают Ну, то есть обнуляют, приходится делать рестарт и заново перезапускать товары Все эти делаются исключительно в безопасности По поводу безопасности Все, основная масса адекватных продавцов понимает, что если у нас будет 100 отзывов и 100 выкупов, это нездоровый фильм Но многие понимают, но этого не делают И они хотят все равно этого И в любом случае абсолютно Абсолютно, вот мы здесь 100 раз говорим И мне периодически говорят А в каком видео ты это говорил? Что там, вот так или иначе Еще раз повторю для особо одаренных, кто не слушает И исключительно 100 к 100 нельзя делать сейчас Год назад, два назад прокатывало реально И мы так и делали, ничего такого здесь нет С этим мы боремся плавно, постепенно Вот, из-за того, что все равно люди требуют этих 100 Мы, соответственно, убрали Потому что Костя будет делать До 50%, ну, в принципе 50% в течение трех месяцев То есть С 20 по 40 день 10%, соответственно С 40 дня по 120 он будет доливать 50% от того захода, который есть Почему? Потому что Мы все переживаем за соотношение в нашем селлер-аккаунте Как это можно решить? Ну, естественно, это можно решить Какими-то дополнительными вливаниями То есть Многие ко мне обращаются Давай, говорят, делаем выкупы Отзывы закажем меньше То есть, ну, людей все больше и больше адекватных Или которые уже вперлись И не раз Или у них кто-то близкий пострадал от этого Сейчас другая ситуация Это не надо абсолютно делать Я всем всегда предлагаю это Запустить PPC То есть, там, на 5 отзывах На 10 отзывах Чтобы пошла органика Чтобы мы это размыли Соответственно, у нас будет органика Через PPC Подцепится через Boost Чтобы подцепить вот эти вот вещи Ну, вот, соответственно Когда у нас отзывы пойдут Там первый, там, на 25-й день Не на 15-й день, как я говорю А на 25-й На 10 дней смещаем еще Для того, чтобы этого не было Плюс вот эти 50% Как Костя сказал, что 1 к 7, 1 к 8 У него получается на аккаунте То есть, это 100 выкупов И, ну, там, 8 выкупов 1, соответственно, там, 9 выкупов 1 отзыв Вот И, соответственно, со временем, естественно Эта цифра ухудшается Вот, пришлось сделать на 50% перевес А не из-за того, что отзывы написать Вот сейчас некоторые меня просят Сейчас у нас там проблемы Мы можем в один день вам написать Эти все 50-100 отзывов Просто бухнем и все Ну, скорее всего, вы проститесь с аккаунтом Или сразу С аккаунтом, с лейсингом, я не знаю Или сразу, или постепенно Некоторые на третий день хотят сразу отзывы Пошли на пятый день пошли отзывы Мы это все оттягиваем Потому что соотношение у селера аккаунта И у байера аккаунта Должно быть примерно одинаковое Желательно до 5% 10-5% Это на данный момент более-менее вразумительно Понятно, что Амазон все и так вычисляет Он видит состыковки Видит, там, пересечения покупок Но это в любом случае идет покупки В любом случае есть более-более важная тема для этого Покупатели также в разных местах покупают органически Вот В принципе, преимущество Полный возврат товара можно делать Для дорогих товаров Тоже достаточно, я считаю, хорошее преимущество Вот Ну и все остальное Это самое главное безопасность То есть тем людям, кому безопасны, в принципе, без разницы Кто вкладывает в маркетинг В товар вкладывает в 10, там, в 100 раз больше, чем в маркетинг Во все эти вещи В принципе, наверное, это не к нам Ну, в принципе, смысла нет Минимальный заказ у нас Я не знаю, там, 20 или 30 отзывов Потому что, ну, просто 10% это 2 или 3 отзыва Вот, я вообще не вижу смысла Я на данный момент заказываю не меньше 100 100, 200, у меня есть один товар 350 Просто потому что это и буст Это и отзывы, и отзывы В любом случае с оттяжкой Пошли негативы Какая-то срочная ситуация Естественно, мы можем подвинуться Там на 30-40 день Закрыть негатив Правильно, Костя? Да, конечно У нас Наше преимущество По факту в том, что Ну, там, живого человека Еще надо допроситься Чтобы он этот отзыв написал Мы же выступаем, как бы, в роли хранилища То есть, все, что мы, как бы, не додали Оно все равно у нас хранится Мы всегда в любой момент На самом деле можем Там, один дополнительный отзыв Там, два, три Сделать Главное понимать, что У вас достаточно органических продаж Для того, чтобы При появлении этих отзывов Да, там, товар не улетел в блок Мы же это тоже сейчас видим Что в прямую это связано С естественными продажами То есть, когда у товара Есть хорошие продажи Ему, там, плюс один, плюс два, плюс три отзыва Ровным счетом ничего не делают Но Часто бывает так Заказали, там, 20 выкупов Да, мы сделали, там, эти 20 выкупов Допустим, там, за четыре дня По пять штук в день покупали И потом товар не продается сам к себе Да, и выкупы остановились То есть, такая резкая остановка И нету органических продаж И, естественно, селеры просят А дайте отзывы На третьем отзыве товар улетает в блок Да, он, конечно, потом выходит Через какое-то время, когда Там, он не перейдет в продажи Но Тут Главное Соблюдать правильный Крайне разумного Мы за селлеров посчитать не можем Мы их органику знать тоже не можем Да, если вы не понимаете, что у вас там мало продаж Мы же в данном случае выступаем исполнительными Нам вот сказали там О, а дайте нам восемь отзывов всего Да, без проблем Ну, как бы нам не сложно Да, мы дадим вам восемь отзывов Но потом Явно не мы будем посыпать голову пеплом Да, но если вы продаете там, не знаю По 150 штук в день Вам и восемь может не повредить Совершенно спокойно Можем это сделать Поэтому вот эту процентовку Среднемесячную Где-то 10% От среднемесячных продаж Ее, конечно, считать там Ну, и понимать Ну, вам в первую очередь надо, конечно То есть, из-за этого я и говорю Да, для нас опасности нет Да, как таковой Селлер-аккаунт ты уже потеряешь Делать это там, ну, заблочат возможность писать ревью конкретному аккаунту Сам аккаунт не заблочит Да, мы это уже проходили Как бы, нет Наши байер-аккаунты очень-очень стабильны Но потом возникает проблема Да, на товар становится блок И даже если не снесли, как вы, отзывы А просто заблокировали возможность размещать ревью на товар То это длится достаточно, там, долгое время Если у вас нет в органике Мы помним, вот, как бы, по, там, одному из товаров Того же, да, там, Дениса Переборщили с отзывами Да, он ушел в блок Но у него была хорошая органика И он через 4-3 дня вышел из блока Да, ну, то есть Здесь вам решать Мы за вас, как бы, знать не можем Да, посчитать не можем Как бы, мы цифры не видим Как исполнители, да Мы можем выступить, там, ну, в любом виде 10, 15, 50 в один день Да не вопрос Но то, что это кому-то аукнется, это точно Да, по аудзам просто на данный момент Мы стараемся работать То есть, первое, на долгое Второе, аккуратно Вот, потому что, еще раз говорю Я на Амазоне не 10 лет, не там, не 7, не 8 На Амазоне я третий год пошел Отзывами скоро у меня будет 2 года Я ровно занимаюсь отзывами Что мы не делали Они, я и через купоны раздавал И без купонов раздавал Всегда Самые главные полезные действия Были отзывы В любом случае Ой, отзывы эти Выкупы То есть, в любом случае Мы работали с выкупами Отзывы пошли постепенно Потом плюсом То есть, выкупы мы делали для трафика Для того, чтобы поднимать Вот, и еще там Полгода назад я не считал, что отзывы Так уж глобально влияют Потому что, в принципе, не было особо больших проблем Набрать свои, там, 10-15 отзывов Там, друзьям, там, попросить Или еще кого В принципе, назад к этому и возвращаемся отчасти Кто-то склейку делает Кто-то друзей попросит Который купит и сразу напишет отзывы И они не боятся своей аккаунты Там и так далее Кто-то там в Америке живет Моментов много Сервис, он для того и нужен Чтобы был сервис Потому что Я отзывами начал заниматься Опять с 1 мая Вот, потому что Я также пытался Пойти новыми вот этими Путями Склейками и всем остальным У кого-то это проходит У кого-то не проходит У меня не прошло Вот, у меня было много всяких проблем Я понимаю, как работать с отзывами Вот, с Константин познакомились И там еще с ребятами Вот, мы, соответственно, этим занимались Несколько товаров Мне реально заблокировали отзывы Они у меня находятся в вариациях Они, в принципе, продаются Те товары, которые у меня продавали средние Они так и продаются средние Вообще нет спада То есть, бывают даже пики какие-то непонятные То есть, с нулем просто Но он тоже хорошо На самом деле Если все подготовлено Если он в вариации, по крайней мере То есть, он не брошен А вот один топовый товар Мне отзывы удалили В любом случае На данный момент еще ничего не восстановилось И там продажи подсели Раза в три То есть, если продавали до этого До 80, 50, 80 То сейчас, наверное, штук 20, наверное 20, 30, не больше Вот, ну, ничего страшного Мы как бы работаем, работаем Надо понимать эти риски Вот, мы, соответственно Этим и занимаемся Вот Так что, я думаю Если есть какие-то вопросы Наверное, надо на вопросы переходить Да, можно, в принципе, и заканчивать Потому что Тему рассказали Тут особо жевать пережевывать нет Кто понимает эту тему Тот, соответственно В любом случае оценит Потому что мы идем к вероланчу Для уменьшения безопасности Но с гораздо большими плюшками Вот С гораздо большими То есть, я на данный момент это ощутил Вот Но чтобы этот сервис работал Нам приходится перестраиваться То есть, еще неделю-две назад Костя принимал Кося К 100% Единственное Он все равно будет их 3 месяца выписывать То есть, в любом случае Да, мы можем Это делать Только постепенно Ну, просто Ну, ребят Ну, забанят вас Точнее, не забанят Не надо так говорить А закроют лисингов Все отзывы И вся работа на смарку То есть, в этом никакого Смысла я не вижу По сервису Да, по сервису Пока не обратитесь То есть, никаких проблем нет Цены забыли рассказать Цены А, да по ценам Все как было Ну, в принципе У Ани я Ани аккаунт скину И, как обычно Тут какие-то проблемы С программами Так Ани аккаунт Я сейчас Скину Кой, скинь табличку Пожалуйста, сюда Можешь там ее Она у тебя где-нибудь есть под рукой Да, сейчас попробую Давай попробуем Ну, а что тут Что-то у меня тут не хочет Так, Аня, Аня Аня Да, ну, в принципе, да Лучших нечем ко мне А то я могу долго не отвечать Бывает, не успеваю просто Ну, вот, потому что Основная-основная задача Это однозначно Комплекс Нельзя сказать, что мы там Занимаемся Выкупами Или отзывами Однозначно Это именно Целый комплекс услуг О, целый комплекс услуг Заключается У нее слабое место есть То есть, есть в любом случае У этого Нюансы Однозначно Во-первых, мы не знаем Как поменяется правило Амазон на будущее То есть, там, через год Через месяц Даже не знаем Сейчас Prime Day У них, естественно, обострение Сейчас будет Новый год У них будет обострение В феврале, как правило В марте У них всегда обострение То есть, у них постоянно Какие-то такие точки Они там Шерстят, убирают Все до одной услуги Которые существовали Удалили Я не знаю Там склейка Там 3-5 лет Там работала И так далее Я ее массово увидел Тем летом Мы также Тем летом Увидели склейку Когда заходишь И видишь У человека один день У нее полторы тысячи отзывов Там и так далее Вот Цвет видно У нас она, соответственно Появилась там К концу года До этого год был Там Индусы рулили обозом Вот То есть, постоянно Какие-то такие Варианты вылазят Что-то уходит Что-то приходит Вот То есть, такая ситуация С YouTube-каналом Непонятно, что происходит Могу даже показать Я не знаю То есть, мы там Какой-то чат есть Там что-то переписывается Просто Не знаю Может, конкуренты Пожалуйста Я не знаю Я, в принципе Вроде ничего не нарушал Ничего такого не делал Чисто технические видео Вот Но Какая-то тема Связанная с тем Что такая вот Канал не найден Я могу зайти В творческую студию Все видео мои там есть И, в принципе Есть даже видео Ну, то есть Как руководство Как его восстановить То есть, такое ощущение Я его поставил на паузу Я его на паузу не ставил И у огромного количества людей Такая же ситуация Ну, вот Мы там Там пишут В какой-то список Меня взяли На проверку аккаунта Не пашет Что-то не пашет Так, вот В творческой студии То есть, все видео есть Я, в принципе, видео Размещу На Фейсбук странице То есть, Фейсбук Залью просто-напросто Так что Все основные Такие интересные Видео там будут Новый Ютуб канал Просто пока не хочется Заводить Надеюсь, все-таки Вот здесь Включить канал Просто написано И он не включится Ну, вот То есть, какой-то лак То ли Ютуба То ли, еще раз говорю Какая-то жалоба И я этого не знаю Затрудняюсь сказать Вот они все закрыты Я их могу все скачать В принципе Интересные видео Которые набрали Больше отзывов Отклика, так скажем И которые реально Свежие И информативные Они все будут Так, а не я добавил Системе чего-то там Не хватает Так Денис, к сожалению Ну, с этого компании Могу я Закончить табличку Но Мы скинем Обновленная Соответственно У нее можно Да, мы скинем Эту табличку Просто позже То есть Никаких проблем нет Там все услуги Там все прописано Достаточно подробно Если будут вопросы Аня там Расскажет Вот Я попытался донести Все-таки Мы можем Что-то гарантировать Мы Не знаем Еще раз Даже вот Мы можем сейчас Взять денежку Людей Мы все равно Отчитываемся В конечном итоге Только за ордера Потому что Мы на ваши деньги Покупаем ордера Да, если мы Не напишем эти отзывы Что-то там случится Мы, естественно Отграждение За эту суету Но мы Отчитываемся за товар Мы его купили Вам денежки Эти на счет упали Понятно, что Мы можем сделать вам Полностью Возврат всех товаров То есть Просто вы на фи попадете Я не знаю Кому это надо Но как бы Это я считаю Неправильно Здесь Должно быть Взаимопонимание То есть Есть, конечно Разные ситуации В которых мы Бываем Но Ну, надо это понимать Я по-другому Даже не знаю Как сказать Так Вопрос